Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог. Купила себе обновку, которая по душе. И я понимаю, что Уралочка купила себе пальто. Ну, по превью всё понятно. Если честно, когда я увидела, я прям вздрогнула. Ну, Марфушка Марфушкой. Короче, начало видеоролика. Уралочка и Сафарик опять шуруют в Екатеринбург. Говорит, Уралочка пришла запчасть от квадрокоптера. И надо ехать в Екатеринбург, потому что в Ревде никто не берётся его ремонтировать. Ребят, это чё? Как только Вишенка заговорила про квадрокоптер, срочно нужно его уже делать? Или, может быть, просто прикупить новый? А, Уралочка? Какие-то странные совпадения. Как только я чё-нибудь вспоминаю, тут же, тут же отчитываются, тут же пилят видосы. Говорит, всё равно надо летать, надо снимать. Ну, посмотрим, может быть, чё-нибудь ещё прикупим. И Уралочка, знаете, с такой печалью сказала, может, шапочку. Я думаю, бедная несчастная Уралочка, это она ехала в Екатеринбург не за пальто, а она ехала за шапочкой. Она, видимо, думала, что ну хоть шапочку, ну купит же он мне наконец-то. Она уже и не надеялась, не надеялась на что-то другое, да. И только она сказала про шапочку, как тут же кадры из магазина. Только шапочку примеряла не Уралочка, а тут же сразу примерял кепку сафарик. Представляете, он о себе думал тоже. Ему плевать было, что Уралочке что-то хотелось, да. И тут же он себе подобрал кепи. И Уралка примерила шляпку. Ой, ребят, я как гляну на неё в шляпке, у меня такой смех берёт. Хотя, Уралка, чё, купи, купи себе шляпу, будешь на огороде в ней топтаться, да. Команды отдавать сафарику, да, обдугани. И, кстати, шляпку мерила, видно, что, да, такие дешманские магазины, это китайский ширпотреб и сафарик. Ой, Луи Виттон, я чуть не грохнулась. Ну, а дальше, а дальше зашли в магазин с одеждой. Точно такая же дешманская одежда, какую сам привозит на продажу сафарик. Ну, или не привозит, выкладывает у себя в интернет-магазине. Точно такой же ширпотреб. Знаете почему? Потому что, когда Уралочка примеряла второе пальто, ребят, это было точно такое же пальто, как у Кубанки. И Уралка, походу, знала, что оно у Кубанки есть. Видать, заглядывает к ней на канал, потому что она смеяться сразу начала. И сафарик до кучи. Ржали оба. Но я вам скажу, ребят, что когда Уралка его одела на себя, совершенно не так выглядела, как на Кубанке. На Кубанке, ну, я не знаю, ну, просто халат халатом, не пойми, чё. Она как гном из забытой страны. А на Уралке как-то вот по-другому оно сидело. Ну, конечно же, и фасон, и выглядит как халат. И абсолютно оно не привлекательно. Но просто вот в сравнении Кубанка и Уралка, вот на Уралке как-то получше сидело. Но Уралочка куда ж такое пальто будет покупать, как у Кубанки, вы представляете? Да и сафарик за кадром ещё так ржал, да, что Уралка бы не рискнула купить. Прикиньте, кто Уралка, кто Кубанка. Там даже и близко не может быть ничего похожим. А то Кубанка вообще зазнается. Скажет, вот и вы орали, что я пальто не то купила. А Уралочка вон тоже такое себе купила. Так что тут было без вариантов. Просто провальный вариант. Но первое она померила, синие. Ну, похожее, конечно, что она сейчас носит. Но я бы сказала, что оно не такое колхозное. Но, видимо, не оказалось нужного размера. Ну и третье, которое она померила, ребят, это шо-то с чем-то. Она его и купила. Уралочка, когда его примерила, оно оказалось мало. И мало в рукавах. Она едва натянула на руки. Но на руках узко, а дальше она просто как сток сена. Ну, а ещё после того, как она купила, она же его расшила, получается. Сделала шире в рукавах. И там вообще, ребят, полнейший трындец. Мешок мешком. Ну, а расцветка как будто в цирк собралась. Неужели, ребята, уралочке совершенно отсутствует вкус? Я не знаю, или ей уже лишь бы купить было, чтобы нам с вами якобы доказать, да, что она может себе купить. Но неужели нельзя пойти в нормальный, пусть даже дорогой, магазин и купить хорошую вещь, нежели потом перешивать, дошивать, ещё и какую-то эко-кожу вставлять. Короче, трындец. Я больше не знаю, что сказать. Но сафарик за кадром и с этого наряда ржал. Кстати, продавец молодец, говорит, срочно в тренажёрный зал. Ой, знала бы она, какой тренажёрный зал под названием «Кухня и тазики с едой» посещает Уралочка. Вернее, не уходит оттуда. А ещё Уралочка похвасталась, что купила кучу белья, да. Бюстики на косточках, фабричные. Ну, точно, точно Уралочка фабричных накупила, да. Там, где ширпотреб неизвестного качества, разве могут быть фабричные лифчики? Ой, циркачка ты, Уралочка, и пальто себе подстать купила. Ну, и, конечно же, шапочку. И не выдержала, а решила показать всё это дело прямо на улице. Достала и примерила. Ребят, ну, тут я вообще выпала в осадок и задумалась, как можно жить с отсутствием вкуса. Ну, и, значит, опять же, когда она потрясла головой с этикеткой, опять у неё под бородой всё затряслось. Дальше заявила, что надо ещё заехать купить пироженки, потому что у Абдугани день рождения, и надо, чтобы он занёс угощение в школу. Ну, и резко, прям резко переместились домой. Уралочка стоит, позирует в новом наряде. Ребят, она такая смешная. Не зря сафарик постоянно приговаривает. Прикольно. И, правда, прикольно. Самая настоящая приколюха. И, значит, покрутилась, показала, как она в нём выглядит. И, кстати, ребят, в этом видеоролике Уралка засветила свои ноги. Я в ужасе. Я, правда, в ужасе. Какие там отёки. И я прям боюсь представить, что выше. Да уж, и вот ей плевать на своё здоровье. Ей плевать. Она продолжает жрать. Ну, дальше она сказала, что не составит ей совершенно труда переделать пальто, чтобы оно тут же чудесным образом превратилось как раз-таки по размеру на Уралочку. И, видимо, Уралочка как-то поспешила и выбрала эко-кожу хорошего качества. Но, вы знаете, Сафарик-то дело сказал, что эта клеёнка сверху может облезть. В принципе-то разницы нет. Чё там облезет, не облезет. Оно, естественно, облезет, потому что это под руками. Ну, а ещё, ребят, вот она швея, да, работает же с тканями. И неужели не понимает, что эта эко-кожа может полинять и испортить ей всё пальто именно при стирке. А пальто-то светлое. Стирать придётся чаще его, чем обычная она стирала. Помните, у Мазюканая постоянно ходила после шашлыка с дачи. У неё эти блямбы стояли на груди. И не стыдно ей было ходить грязнулей. Ой, ребят, что здесь говорить? Села Уралка за швейную машинку. Ой, я как глянула на эту лампу, да на саму швейную машинку. А Сафари как раз-таки всё это крупным планом. И если раньше, помните, я говорила про лампу, что Уралочка, помой лампу. Там просто не то, что она, да, вот жёлтая бывает от старости, а она просто чёрными грязными пятнами. Это какой-то кошмар. Уже хотя бы не снимал. Ну, а ракурс, в котором он снимал Уралочку, это вообще что-то с чем-то. Знаете, такое чувство, что он просто издевается уже над ней. Ему уже, по-моему, по барабану, как она выглядит в кадре. Он уже её не пытается, как дюймовочку, сжать, а расширяет по максимуму. Видимо, чтобы побольше негатива лилось в её сторону, что она жиреет с каждым днём. Ну, а дальше, ребят, Уралочка ещё притащила платок и завязала его себе на голову. Я подумала, она платок взяла, чтобы на шею, да, завязать, но она его напялила на голову. Ну, это вообще, ребят, я не знаю, как всё это можно описать. Ну, и правда, Марфушка, да, Марфушка. Видимо, так ей хотелось быть похожей на сафарика жену, да, с покрытой головой, в длинном таком пальто. Ну, так ей хочется обойти по красоте соперницу. Ну, я, ребят, что-то так подумала. Дальше показывает она уже вечер, что домой занесли соки, там какие-то пироженки или печенюшки, да. Да, говорит, ребят, не порадоваться. И дальше Уралочка заявила, что Абдугани просит ещё подарок. Ему, по-моему, захотелось кепку. Да, кепку, потому что сафарик прикупил себе кепку. Но чё-то как-то не похвастался, уже боялся, чтобы опять в комментах, да, не заработать негатива в свою сторону. Ну, а чё, Уралка же уже прикупила пальто, можно уже и кепкой похвастаться. В общем, пироженки, пироженки Уралочка купила, конфетки, сок и тортик на день рождения. Но ещё и зиговальщики же купили тортик. Ну, конечно же, нам не покажут, как они его поедали, потому что Уралочка сказала, что они не снимали. Да, она на стриме об этом заявила, что решили отпраздновать без камер. Ну, а дальше день другого дня. Да, как всегда, Уралочка, день другого дня. И, говорит, я тут уже развернула шитьё. Короче, Уралочка делала вставки. Да, из эко-кожи, чтобы рукава не были такие маленькие. А то и правда, у неё прям зажимало там со всех сторон. В общем, показала, рассказала, что она там будет делать. И в то время, когда она занималась этим шитьём, да, я особо не вникала, Сафарик заявил, что очень хочет плова. Но Уралочка сказала, нет, хочется, перехочется. В холодильнике есть рыба и есть перловка. Да, и пришлось Сафарику замолчать. Точно, говорит, есть же рыба. Не знаю, возможно, ребята не специально разыграли, да, такой разговор. Якобы, чтобы нам в очередной раз доказать, да, что есть ещё и рыба в холодильнике, и перловка. То есть, они всё не успели сожрать. Но я сомневаюсь, что там что-то есть. А вообще не положено Сафари к тебе плов. Уралочка его не любит. Поэтому надо есть то, что любит Уралочка. Ты же её, хотелки, не выполняешь. Теперь, правда, перехочется перетопчется. Дальше Сафарик показал растишки. Но было очень плохо видно, потому что лампу забрала Уралочка. То есть, подключила свою грязную, грязную, ужасную. Что машинка, что лампа. Ну, как можно ещё и снимать, ребят? Я прям повторяюсь и возмущаюсь. Такую грязь на весь мир. Уралочка, уже сколько раз я тебе говорила. Помой ты, в конце концов, эту лампу. Ну, неужели так сложно взять влажную тряпочку и протереть эту грязь? Да, я в шоке, ребят. Я просто в очередной раз в шоке. Ну, и потом уже Уралка, значит, всё это дело смастерила, доточила, пришила. И была новая примерка. Ну, конечно же, мешок мешком. Мало того, что расцветка фиг чего. Ну, куда Уралке такая расцветка? Да ещё и правильно в комментах написали. Как стог. Потому что внизу широкое, и сверху получается уже тоже широкое. Но у Уралочки это стиль Боха. Слушайте, она этот какой-то стиль, да? Ну, не какой-то. Есть такой стиль. Я смотрела даже в интернете наряды. Она что-то себе в голове зафиксировала, а сама, походу, совершенно не понимает, что это такое, да? И какие наряды в стиле Боха. Вот загрузила в свой мозг, и у неё всё просто-напросто в стиле Боха. Кстати, когда Уралочка показала, что на груди свободной всё болтается, Сафарик возмутился. Ну, и нахрена, говорит, это надо было делать? Ну, что Уралочка сказала? Зато мне удобно, комфортно. Руки приподняла, что ей хорошо, да, и руки поднимать, и поворачиваться. И он уже больше не повторял любимое слово. Ну, а дальше она подняла руки, чтобы показать, что практически не видно эко-кожи. Ну, вы знаете, я своё мнение относительно этой эко-кожи высказала. Мне ещё интересно эксперта галочки, которая всегда пишет под видеороликами с шитьём Уралки. И вы видели, какая Уралочка счастливая? Не то, чтобы счастливая, что купила пальто, а то, что она клинья вставила. Да, клинья вставила, и их Сафарик не заметил. Нет, он их заметил, но якобы она так всё чётко смастерила, что даже не видно, что там есть какие-то изменения. Но восторга Уралочка от Сафарика так и не дождалась. Раньше он хоть чё-то говорил, а теперь прикольно, либо молчит. Ну, а что же он может сказать, тем более ещё и на видео, и на весь белый свет, чтобы кто-то услышал, как он восторгается своей сожительницей, имея при этом жену, любимую жену и деток. Ну, и, в общем, закончила Уралочка свой видеоролик. Да, как раз-таки на примерке нового наряда. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok